Добрый день, уважаемые коллеги! С 3 по 5 апреля состоится главное событие Евразийской ассоциации терапевтов – Евразийский конгресс внутренней медицины. Сегодня я, медицинский советник организации Татьяна Батлук, поговорю с Григорием Павловичем Рутюновым, президентом Евразийской ассоциации терапевтов о предстоящем конгрессе. Здравствуйте, Григорий Павлович. Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о конгрессе, который у нас будет совсем скоро. Я уже видела программу, она очень насыщенная, интересная. Я хочу, чтобы мы побольше с вами рассказали нашим слушателям о конгрессе и в особенности о том, почему его нельзя пропустить. Хорошо. И первый вопрос. Какие проблемы в области внутренней медицины сегодня наиболее актуальны? Ну, это такой весомый вопрос, это большой вопрос. По сути, это идеология современной медицины. Я думаю, что главные тенденции в современной медицине обусловлены несколькими событиями. Ну, наверное, в первую очередь, это резкое увеличение продолжительности жизни. Значит, врач первичного звена, интернист, он в первую очередь столкнется с заболеваниями, которые типичны для старших возрастных групп. Фибрилляция предсердий, недостаточность кровообращения, поражение большого количества органов мишени. Это всё довольно анемия у этих пациентов. Другое такое крупное явление современной клинике внутренних болезней. Конечно, возросшее количество пациентов с коморбидностью. Это очень важное явление, потому что надо будет учитывать не только большое количество препаратов, которые получают пациенты, взаимодействие, но и учитывать изменённый прогноз у этого пациента. Наверное, очень важно отметить сейчас такое, знаете, модное слово в последнее время, синдомические заболевания. Речь идёт о том, что заболевания не просто ассоциированы у одного пациента. Они влияют друг на друга и влияют крайне негативно, ухудшая течение заболевания, усиливая негативный прогноз у этого пациента. Вот в качестве примера. Это ожирение. Ожирение запускает системное воспаление, при этом совсем по-другому. Течёт хроническая болезнь почек, течёт артериальная гипертония. И это проблемы. Посмотрите, какого спектра. Эндокринолога, нефролога, терапевта, кардиолога. По сути, наверное, самым главным событием современной медицины – это переход от декларируемой команды поведения у пациента к реальной команде, потому что один интернист уже не в состоянии охватить все эти проблемы, и нужны советы коллег, которые позволят оптимизировать лечение конкретного пациента. Мне кажется, что это очень важные тенденции. И кто должен на эти тенденции прореагировать? Ну, наверное, высшая школа. Потому что мы должны готовить специалиста с учётом этих тенденций в современной медицине. Ну, а пока это так готовится, к этому готовится, я думаю, что у нас очень большую роль берут на себя конгрессы, симпозиумы, конференции, потому что они пытаются решить аспекты вот этих проблем. Я думаю, так. Так, давайте же узнаем, как наш конгресс коснётся этих вопросов. Ну, я думаю, что здесь в первую очередь надо сказать спасибо, огромное спасибо за титаническую работу нашему программному комитету. Это была очень тяжёлая работа. Три дня составить программу, которая бы писалась в таком, знаете, векторе современности, векторе реальных потребностей реальной клинической практики – это довольно трудная задача. Мы попробовали сохранить в программе все наши ведущие практики. У нас вы увидите новую программу, традиционную уже программу. Это скоростные сессии. У нас их будет две. Я сразу хочу привлечь внимание к этой скоростной сессии. У нас первая сессия будет посвящена очень сложным вопросам свертвой системы крови. Это проблема огромная, количество пациентов, которые получают прямые оральные антикогулянты. А вторая скоростная сессия, она будет посвящена внекардиальным проявлениям недостаточности кровообращения. Согласитесь, что это отвечает таким, знаете, реальным потребностям современного здравоохранения. Я хочу обратить ваше внимание, что тема воспаления нашла своё отражение в нашей программе. У нас есть специальный симпозиум, посвящённый воспалению, малоинтенсивному, небактериальному воспалению, как такому ускорителю, двигателю клиники внутренних болезней, практически всех патологических процессов. И мы имеем честь доложить впервые очень большой аудитории российских врачей результаты исследования большого регистра КАМА, который проанализировал на евразийском пространстве распространённость мультифокального атеросклероза. Это большая проблема. Согласитесь, что в реальной практике, ну, мало кто озадачился вопросом, а что с бедренной артерией до тех пор, пока не появляется насущная хирургическая проблема, что с аортой, что с почечной артерией, с сонными артериями. Мы хотим показать ту ситуацию, которая есть сегодня, чтобы мы могли общими силами изменить её в интересах здоровья наших пациентов. Да, Григорий Павлович, спасибо. Очень интересно. Действительно, вы очертили достаточно большой круг проблем, которые будут затрагиваться на Конгрессе. И хочется сейчас узнать, каким же специалистам стоит посетить наш Конгресс, вот с учётом того, что вы уже сказали. Я бы ответил на этот вопрос так, все, кто причисляет себя к славной армии интернистов. Но если расшифровывать, смотрите, у нас есть симпозиумы, посвящённые инфекционным заболеваниям, психиатрии, неврологии. Это такие пересекающиеся пути в клинике внутренних болезней, пульмонологии, очень много аспектов. Естественно, кардиологии. Я думаю, что это очень широкий, нефрологии, у нас очень широкий спектр заболеваний, которые будут представлены, и у нас есть, не забывайте, воркшопы. Это очень важно. Мы сознательно проводим воркшопы, не вообще посвящённые каким-то там конкретным вопросам, маленьким, узким, а мы пытаемся сделать тот мостик. Я бы сказал, это бридж воспитания, мостиковое воспитание. Возьми то, что ты услышал на воркшопе, и перенеси в реальную клиническую практику. Минимизируй временной интервал от того, что сегодня стало передовым в медицине, до внедрения в реальную клиническую практику. Мы придаём этому очень большое значение. Я хочу сказать, что программный комитет был просто очень жёстким в выборе этих тем, очень жёстким в выборе конкретных предложенных пар, которые будут принимать участие в воркшопе. Мы надеемся, что это понравится нашим слушателям. Да, это очень важно, потому что сейчас очень много даётся теории на различных конгрессах, на конференциях, и её необходимо сразу внедрять в практику, чтобы вообще был смысл посещения этих конференций. Поэтому, наверное, сейчас такой глобальный вопрос, вообще зачем посещать нашу конференцию? Надо сказать прямо, не только нашу, надо посещать все конгрессы и конференции, стараться послушать, потому что это всё-таки, согласитесь, срез того, к чему подошла медицина, вот конкретно, в начале апреля 2024 года. Ведь на конгрессах, как правило, рассказывается, обсуждается, анализируется самая последняя информация. Это важно, чтобы узнать, куда смотрит вектор, что реально стало достоянием медицины, и что я могу внедрить. И ещё один момент, согласитесь, что на каждой конференции, на каждом конгрессе, нет, конференции нет, на конгрессе, как правило, бывает представлен спектр того, что делают наши коллеги, спектр научных исследований. Вот на нашем конгрессе будут подведены итоги такого крупного конкурса научных исследований. Мы поощряем эти научные исследования. Очень большое количество прислано на ком, реально большое количество. Специальный комитет занимается отбором этих работ, которые выйдут на финальный уровень. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие. Слабых работ там нет. Это довольно тяжёлая работа, которая предстоит нашему комитету, потому что среди самых достойных надо выбрать ещё более самых достойных. Но это большое счастье. Это очень большое счастье, что есть такие яркие, молодые исследователи, врачи, которые делают такого качества, высокого качества работы. Это большое счастье для нашей страны. Да, спасибо. И я даже хотела озвучить вместе цифры. Это 113 работ нам прислали. Это действительно очень большое количество работ. И я представляю, насколько сложно их отобрать и представить уже на самом конгрессе самые лучшие работы учёных, которые их прислали. Тогда, касаясь уже вопроса о том, вы говорили, что мы контейнируем опыт медицины в целом в России, но ведь география нашего конгресса не ограничивается России. Это совершенно точно. Это Евразийский конгресс. И у нас будут сессии, которые будут сделаны, представлены работами и докладчиками из близких нам стран, из Казахстана, из Белоруссии. Симпозиум белорусского общества терапевтов. Это будет очень здорово, очень важно. Я уже сказал, из Казахстана. И у нас будет впервые сессия, посвящённая недостаточности кровообращения, в которой примут участие итальянские кардиологи. Это яркие личности, хорошо известные европейскому обществу кардиологов. То есть, по сути, суть того, что я сказал, это охват евразийского пространства. Потому что это особое пространство, и миграция населения, которая выражена, она приводит к тому, что у нас стираются границы, но болезни не имеют границ. И мы должны быть во всеоружии, когда мы видим то или иное проявление заболеваний, и самое главное, понимать, что является сегодня передовым опытом в решении этой проблемы. Да, спасибо вам большое, Григорий Павлович. Спасибо за ценное время, которое вы потратили на ответ на мои вопросы. Коллеги, Конгресс представляет собой не только уникальную платформу для обмена опытом, но также играет важную роль в продвижении науки. Мы желаем успехов всем участникам и надеемся, что Конгресс поможет вам интегрировать теорию в практике в вашей ежедневной рутинной работе. С вами были Григорий Павлович Рутюнов, президент Евразийской ассоциации терапевтов, и я, Татьяна Батлук, медицинский советник. До скорых встреч на нашем Конгрессе. Спасибо. Берегите себя. До встречи на нашем Конгрессе. Мы ждем вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...